Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв книги Жана Бодрияра «Символический обмен и смерть». Это довольно увесистый том на 500 с лишним страниц в твердом переплете. Это современное издание 2021 года, но само издание является в свою очередь переизданием того издания, которое вышло 20 лет назад, в конце 90-х, начало 2000-х годов. Переводчик у того издания, которое было 20 лет назад и у того, которое мы сегодня будем обсуждать, один и тот же. Поэтому можно считать, что современная книга – это переиздание той, которая была 20 лет назад издана. Итак, прочитаем аннотацию. Когда европейские мыслители европейской цивилизации один за другим объявили смерть Бога, искусства, истории, морали, то реальность неизбежна и незаметна оказалась вытеснена гиперреальностью. Этот эффект первым заметил и озвучен Жан Бодрияр. Взяв за основу положение фрейдизма и марксизма, он наглядно показал тождественность бессознательного и производственных отношений. Схему того, как наш внутренний страх смерти выстраивает капиталистическую иерархию классового неравенства. Маскируя этот страх, мы создаем все больше символов, которые больше нас не ведут к вещам, а лишь к другим символам. Еще глубже погружая общество в симуляцию реальности. В этой книге французский философ Жан Бодрияр обозначает проблемы современного общества потребления и пытается нащупать альтернативный подход, восходящий к архаичным формам так называемого символического обмена, ритуалам, играм, поэзии, чтобы прервать бесконечный поток симуляции и вырваться в настоящую реальность. Посмотрим содержание книги. Начинается оно с предисловия Зенкина, то есть переводчика. Жан Бодрияр. Время симулякров. И это довольно большое предисловие. Я специально остановлюсь здесь на нем. И чтобы вы понимали, это предисловие включает в себя анализ предыдущих работ Жана Бодрияра. И система вещей, и политической экономии знака. И, собственно, самого символического обмена и смерти. Это предисловие, оно как бы собирает вокруг и внутри себя все те мысли, которые выражал Жан Бодрияр в предыдущих своих работах. Не только в системе вещей, в символическом обмене и смерти или критике политической экономии знака. У него были и другие работы между ними. И это предисловие, оно объясняет читателю, который не читал предыдущие работы, а в чем, собственно, смысл философии Жана Бодрияра. Касается объяснение того, что мы уже рассматривали в других видео, когда обсуждали предыдущие две книги. Это «Систему вещей» и «Критику политической экономии знака». Это такое предисловие, оно занимает 55 страниц. Это практически десятая часть этого издания. Это очень много. По сравнению с предыдущими книгами, это практически введение в философию Жана Бодрияра. Когда читателю незнакомому с этой философией дается шанс быстро вкатиться, быстро понять, о чем же, собственно, пишет автор и к чему он ведет. Итак, возвращаясь к содержанию. Далее. «Символический обмен и смерть». Эту главу можно, собственно, и сказать, что это введение в «Символический обмен и смерть» от самого Жана Бодрияра, который он написал, чтобы читатель познакомился с его идеями. И далее идут главы. Первая глава. «Конец производства». «Структурная революция ценностей», «Конец производства», «Труд», «Заработная плата», «Деньги», «Забастовка», «Политическая экономика» как симулятивная модель «Труд и смерть». Здесь Жан Бодрияр стремится взять теорию Маркса из его политической экономии и приспособить к своей теории о знаках и симуляции. Здесь он выражает достаточно четкую мысль о том, что когда человек идет работать и получает зарплату, то он получает зарплату не за работу, а он получает зарплату как бы ему, его работодатель оплачивает этому рабочему его смерть в рассрочку. Бодрияр говорит, что конечной целью всех живущих является смерть, и мы все когда-нибудь умрем. Но если рабочий приходит на работу, и у него нет других дел, кроме как заниматься этой работой, он продает свой труд, он продает не свой труд, а свою смерть. Вторая глава. Порядок симулякров. Как раз в символическом обмене и смерти мы впервые встречаем три порядка симулякров, о которых пишет Бодрияр. И потом он в этом труде постоянно к этому обращается и раскрывает каждый из этих порядков по мере движения к концу книги. Вторая глава. Порядок симулякров. Три порядка симулякров. Лепной ангел. Автомат и робот. Промышленный симулякр. Метафизика кода. Тактильность и бинарность. Гиперреализм симуляции. Кулкиллер или восстание посредством знаков. Третья глава. Мода или феерия кода. Легковестность уже виденного. Модная структура. Плавающее состояние знаков. Влечение к моде. Модификация пола. Субверсии не подвластны. Четвертая глава. Тело или кладбище знаков. Меченое тело. Вторичная ногота. Стриптиз. Управляемый нарциссизм. Инцестуозная манипуляция. Модели тела. Фалус эксчендж стандарт. Демагогия тела. Притча. Рассказ Джуан Цзи о мяснике. В этой главе. Бодрияр подробно раскладывает тело на составляющие части. Он говорит, что значит стриптиз. Что значит вторичная ногота. Что значит татуировки на теле. И другие знаки. Которые наносят на тело тот или иной человек. И переходит к пятой главе. К политической экономии и смерти. Водворение мертвых. После жития или эквивалентная смерть. Замогильное гетто. Death Power. Обмен смерти при первобытном строе. Символическое, реальное, воображаемое. Непреложность обмена. Бессознательный и первобытный строй. Двойник и раздвоение. Политическая экономия и смерть. Влечение к смерти. Смерть у Батая. Смерть моя повсюду. Смерть моя в мечтах. Смерть точечная. Смерть биологическая. Несчастный случай и катастрофа. Естественная смерть. Старость и третий возраст. Естественная и жертвенная смерть. Смертная казнь. Шантаж безопасностью. Funeral Homes и катакомбы. Упразднение смерти. Обмен болезни. Сексуализированная смерть. Смертоносность пола. Смерть моя повсюду. Смерть моя в мечтах. Подробно, поскольку книга называется «Символический обмен и смерть», Падрияр подробно рассматривает смерть. Ритуалы смерти. Как хоронили раньше в первобытных общинах. Как хоронят сейчас. Откуда появляются склепы. Откуда есть пошло. Это впрямую не говорится, но подразумевается в этом дискурсе. Почему в некоторых культурах хоронят, в некоторых культурах сжигают, то есть кремация. И каким образом появляется третий возраст. И когда я читал, здесь немножко я отвлекусь, потому что подробный отзыв будет чуть позже, когда мы закончим читать содержание. Но здесь, когда я читал этот раздел, эту главу, а поскольку я кроме такой литературы еще читаю фантастику, мне нравится, и я придумал такой фантастический рассказ, что через 200 или 300 лет, когда космические путешествия войдут в привычное дело, или когда у нас будут созданы допустим космические челноки, которые будут доставлять людей с Земли на Луну или на Марс и другие планеты и так далее, то возможно появится такая организация, которая будет осуществлять похороны путем сгорания тела на Солнце. И представьте себе, что есть такая организация, которая собирает тела умерших, доставляет их на промежуточную станцию на орбите, так называемая, ну скажем, Бодрия назвал это Funeral Homes, то есть похоронный дом. Эта промежуточная станция, похоронный дом, собирает эти тела в специальных капсулах, и каждая отдельная капсула запускается со своим маневровым двигателем на Солнце. И это стоит каких-то денег. То есть тот, кто хочет умереть таким образом, тот хочет, чтобы не умереть, а чтобы его тело таким образом сожгли на Солнце, он за это, допустим, платит какую-то сумму. Допустим, в текущих деньгах, допустим, 10 тысяч долларов США. Достаточно крупная сумма и намного дороже, чем хоронить это тело в земле. Или, допустим, кремировать это, как это делают, допустим, в США или в Японии. И вот этот бизнес, который есть, он много лет работает, и вдруг один из сотрудников этого бизнеса оказывается в этой капсуле. Летит на Солнце. И если он не придумает, как вернуться обратно или как дать знак, что внутри этой капсулы есть живой человек, то он неизбежно сгорит на Солнце. И он вспоминает все, что ему учили, все, о чем его учили в техническом колледже, как пройти небесную механику, как управлять космическими кораблями, а в те времена это должен уметь даже подросток. И вот он очухивается в этой капсуле, и он понимает, что он где-то около Венеры. И он понимает, что сейчас будет гравитационный маневр, и если каким-то образом раскачать эту капсулу, то он сможет отклонить курс своей капсулы, и она пройдет, допустим, по другой траектории, и она не попадет на Солнце. И он начинает это делать, это замечают на Земле, и на эту капсулу дается команда, и она возвращается обратно на Землю. Именно вот такой фантастический рассказ, который сейчас, на текущий момент, невозможен, потому что запуски в космос, и сами маневровые двигатели, и сами эти капсулы стоили бы баснословно дорого. Я думаю, что одна такая капсула стоила бы не 1 миллион долларов, и сжигать такие капсулы на Солнце регулярно, это было бы просто очень-очень дорого. И не каждый человек, не каждый миллиардер согласился бы на такие похороны. Но возвращаясь к содержанию книги «Символический обмен и смерть», у нас осталась шестая глава. И уже ранее, в предыдущем видео, когда мы рассматривали отзыв и обзор на человека говорящего, Хомского и Бервика, Бодрияр очень хорошо проходится по лингвистам и их теориям, и говорит, что все, что бы не делали лингвисты, это все не туда. Они пытаются язык представить как математический код. Он говорит, что в буквальном смысле лингвистический субъект никогда не существовал, и мы сами таковыми не являемся, когда говорим, а не просто размышляем об этом лингвистическом коде. Речь не имеет ничего общего с лингвистическим пониманием термина «речь», входящего в оппозицию язык «речь» и подчиненного языку. Нераздельная символическая речь сама отрицает разграничение языка речи, подобно тому, как социальная практика отрицает разграничение теории и практики. Одна только лингвистическая речь говорит лишь то, что говорит, но такая речь никогда и не существовала, разве что в диалоге мертвых. Речь конкретно актуальная говорит то, что говорит, а заодно и все остальное. Она не соблюдает правила дискретности знака, разделения инстанций. Она говорит одновременно на всех уровнях. Вернее, она вообще размывает уровень языка-кода. И тем самым, и саму лингвистику. Лингвистика же, напротив, пытается утвердить такую речь, которая была бы лишь исполнением языка кода, то есть дискурсом власти. А его нужно представлять как смысл, как связку символического, как связку означаемого и означающего и так далее. И шестая глава об этом. Истребление имени Бога. Анаграмма. Поэзия как истребление ценностей. Конец анатемы. 9 миллиардов имен Бога. Воображаемые лингвистики. Остроумие или фантазм экономики у Фрейда. Антиматериалистическая теория языка по ту сторону бессознательного. И на этом мы закончили зачитывать содержание этой книги. И теперь я хотел бы вкратце рассказать о том, что же такое символический обмен и смерть в трудах Бодрияра. Это пятая книга. Она вышла в 1976 году. И она занимает пограничное положение в его творчестве. Его первый этап это был научно-социологический этап. Научно-социологический период. И попытка самого Бодрияра выйти на уровень философских конструкций. Более высокий уровень, чем социология. Символический обмен и смерть отличаются вполне однозначной тенденцией. И в этой книге автор ясно занимает позицию. Формулирует то, против чего он выступает. И за что он выступает в современной культуре. Эта книга по сравнению с предыдущими двумя, на которые мы делали отзыв и уже упоминали в этом видео ранее. То есть книги «Система вещей» и «Критика политической экономии знака». Более понятно читателю. В символическом обмене меньше специальных социологических терминов. Мы видим, как автор уходит от постоянного упоминания всяких монад, дискурсов, обсессий, перверсий, парадигм, лакун, императивов, страбизма, фрустраций, сублимаций, модусов, антифразисов и т.д. И переходит к довольно обычным, понятным, общепринятым, не специальным словам. В символическом обмене и смерти впервые намечена трехчленная стадиальная схема, в которой проявляется место для постмодерна. Хотя и само это слово, заимствованное у американских критиков, вошло в словарь Бодрияра лишь позднее. И схема включает следующее. Первобытное общество, то есть фактически докапиталистическое общество. Стадию политической экономии, то есть буржуазно-капиталистическую цивилизацию вместе с ее экономическими культурными атрибутами. И включая теорию марксизма. И наконец нынешнее состояние вещей, этап, когда ценности второй стадии растворяются в новой общественной организации, основным признаком которой является универсальное распространение так называемых симулякров. Первое употребление термина симулякор, ставшего как бы фирменным знаком Бодрияра, встречается в системе вещей. А уже в символическом обмене и смерти этот термин получает внутреннюю структуру и наполнение. И Бодрияр предлагает историческую схему трех порядков симулякров, сменяющих друг друга в новоевропейской цивилизации от возрождения до настоящего времени. Подделка – первый уровень. Производство – второй уровень. И, собственно, симуляция – третий уровень. Симулякор первого порядка, то есть подделка, действует на основе естественного закона ценности. Симулякор второго порядка, то есть производство, на основе рыночного закона стоимости. А симулякор третьего порядка – на основе структурного закона ценности. В этой схеме можно заметить асимметрию, связанную с неоднородностью объектов, которые становятся моделями для симулякров. Если подделка, например, имитация дорогих материалов в платье или архитектурном убранстве и производстве, изготовление серийных, идентичных друг другу промышленных изделий, касаются материальных вещей, то симуляция, как о том говорит языковое употребление этого слова, применяется скорее к процессам симуляции поступков деятельности или к символическим сущностям, симуляция болезни и тому подобное. Как я понимаю, слово симулякор – это что-то, что-то, это не обязательно вещь, которую можно потрогать, это может быть что-то нематериальное, но что-то, будем обозначать это таким термином за неимением другого. Вот симулякор – это что-то, что не имеет оригинала. То есть, если у нас в первом и втором уровне симуляции, то есть в подделке и в производстве оригиналов, до оригинала мы можем докопаться, например, подделка картин, у нас есть оригинал, возьмем известную Монолизу, или не менее известный девятый вал Айвазовского, у нас есть оригинал. То вот подделка – это будет что-то неоригинальное, то есть картина, которая похожая, которая скопирована с оригинала, но сделана современными чернилами, на современном холсте, другим художником, не Айвазовским. Производство, когда у нас есть прототип, который можно лишь условно принять за оригинал, но об этом мы говорили в других отзывах на предыдущие две книги, которые можно лишь условно принять за оригинал, то производство – это, получается, копии этого прототипа. То симулякор, опять же, в моем понимании, возможно, я не прав, если я не прав, то напишите об этом в комментарии, то симулякор – это что-то, у чего может не быть оригинала. То есть получается, что симулякор – это копия без оригинала. И перейдем, немножко поговорим о второй части книги, то есть которая нам рассказывает о смерти. Сама экзистенциальная ситуация современного человека искажена, вовлечена в парадоксальную симулятивную темпоральность. Практика искусственного продления жизни, предупреждение смерти всевозможными мерами безопасности фактически ведет к тому, что сама жизнь становится призрачной, о чем смутно догадываются и рабочие, и автомобильные лихачи, упрямо саботирующие применение техники безопасности. Предупреждение смерти ценой непрерывного самоомертвления – такова парадоксальная логика безопасности. Борьба со смертью ведет к переносу смерти непосредственно в жизнь, к превращению жизни в послежитье, пережиточность, доживание, или как сейчас это вошло уже в обиход – возраст дожития. Собственно, модус прозра... И вот это все ведет к так называемому модусу призрачного существования, когда место реальности занимает симулякор, оставивший реальность в далеком, забытом прошлом. Вы посмотрели обзор и отзыв на книгу Жана Бодрияра «Символический обмен и смерть» Если вам понравился такой отзыв, то подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.